Сегодня пятница! Ура! Только этому факту уже можно радоваться. Весна наступила, погода замечательная, настроение тоже. Здесь я, меня зовут Маша Новая, Роман Шахов. Здравствуйте! Добрый вечер, добрый пятничный вечер, дорогие друзья. Это, конечно, еще лучше, чем просто пятница. Пятничный вечер. Да, но мы сегодня не одни с Ромой в этой студии. Мы набираем обороты. Гарик Петросян сегодня в гостях у телерадиоканала «Страна ФМ». Собственная персона, да, здрасте. Это человек, который умеет творить юмор буквально вот из воздуха. Да, стендап-комик, продюсер, да, ведущий, плюс еще организатор всевозможных мероприятий. Артист, актер. Актер при всем при этом. Да, будем на протяжении целого часа разбираться. И это все я? Просто должен быть такой большой человек сидеть, сразу впитывающий в себя все эти краски. Нет, вот он, посмотрите на него, какой он обаятельный и прекрасный. Но первый вопрос сразу. Гарик Петросян. Мне кажется, у всех, у наших зрителей и слушателей напрашиваются, да. Евгений Ваганович, вам родственник? Не знаю, к счастью или к сожалению, но не родственник. Вот. Иногда, знаешь, бывают такие штуки, когда ты занимаешься стендапом, а я еще занимаюсь стендапом, не забыл, забыли выточнить. Нет, мы с этого начали, стендап-комик, конечно. Конечно. Ну ладно, вот. И когда ты выступаешь со стендапом, говоришь, всем привет, я Гарик Петросян, и из зала сейчас будут дедушкины шутки. А, я думала, что зал сразу начинает просто в Лешку смеяться. Нет, ну как бы, блин. То есть есть некое клеймо, стереотип, да, от которого ты попытаешься отвязаться. Просто Петросянов, как Ивановых, понимаешь, их много. У меня много друзей Петросянов, но мы не родственники даже. Но они все не так известны, как ты. Факт. И как Евгений Ваганович, понимаешь? Поэтому сразу же... Ну, Евгений Ваганович, это, да, это мастодонт юмора. Я, знаешь, я Гарик Петросян, я в себе включаю старую и новую школу юмора. Ну-ка, как это, расскажи. От Гарика Мартиросяна и Евгения Петросяна у меня слияние идет. Ух ты, это, значит, комбо, это вдвойне смешные шутки, просто убойные, правильно я понимаю? Я надеюсь на это, я не знаю. У меня очень сложно оценивать свой юмор, понимаешь? Ну, подожди, по реакции зала ты же видишь, как реагируешь? В разрыв. Не всегда, но да. Пишешь сам, да, все? Да, да, да. Ну, когда, понимаете, просто, когда пишешь КВН, это другая история. Когда ты пишешь стендап, это вообще отдельная история, да? Да, КВН, стендап, это больше твоя жизнь, то, что ты испытал, и то, что твои мысли, да? То есть, поэтому она называется комедия наблюдения, да? То есть, ты, скажем так, разгоняешь какие-то истории, которые с тобой случаются. В жизни, да. Да. А КВН, это, а представьте себе... Такая вымышленная немножко история, да? Такой как бы театр, давайте поиграем в это. Которая имеет место быть, но маловероятная. Ну, что тебе больше нравится? Что тебе ближе как человеку, стендап или КВН? Ну, ты знаешь, я армянин, я эгоист, поэтому стендап, это когда история одного человека. Ну, КВН, это школа, это, безусловно, это огромная, мощная школа, машина юмора, которая учит людей всему, реально, как ни крути. Ты в эту машину, в Белореченский сел, когда это, где это было, расскажи. Я сел в Белореченский, да, это Краснодарский край, я еще школьный КВН, я окунулся там, приехал в Москву, студенческий КВН, потом немножечко центральная лига армянская команда была, и потом надолго я забыл про КВН, пока мне не предложили, типа, а хочешь сыграть в высшей лиге? Я говорю, знаете что, я вот эти обещания, нет, серьезно. Я говорю, ну, давайте попробуем. Я поверил, вот оказался в нужном месте в нужное время, вот, и я попал в высшую лигу, в состав сборной, сборной Большой Московской государственной цирки. Вот это еще более неожиданно, потому что, в принципе, ты же, ну, не циркач, правильно? Ты никаким другим искусством не владеешь. Правильно говорить цирковой, циркач — это оскорбление. О, простите, пожалуйста, друзья мои, все, кого я сейчас оскорбила, не цирковой артист, да? То есть с цирком твоя жизнь никогда не была связана? Она была связана в мечтях, я всегда мечтал быть клоуном, клянусь, правда. Серьезно? Да, но я вырос в таком городе, в котором, знаешь, тебя слышат, и что, клоун? Да, поэтому, как бы, ну, как бы стрёмно было. А кто у тебя из клоунов самый любимый персонаж? Конечно, Никулин, конечно, это, ну, это безусловно. То есть ты на него равнялся, брал с него пример. Мне нравится, понимаешь, мне нравится, когда люди смеются, когда люди улыбаются, ты понимаешь, что ты не зря что-то сделал, вот, это, ну, это вдохновляет просто-напросто, вот. А в сборной цирка я был, знаете, такой... Какая у тебя там была роль? Кавказоид, кавказоид безнациональный, да, то есть все были красивые в каких-то цирковых нарядах, мощных, таких ярких, а я был в кожаной куртке и в туфлях, понимаете? Ты был противопоставлением. Да, все, да, просто вот черное пятно на фоне ярких персонажей. Телерадиоканал Страна ФМ. О самом главном, о самом интересном, о самом смешном сегодня говорим с вами целый час, потому что у нас в эфире телерадиоканала Страна ФМ вечером сегодня замечательный гость. Игарик Петросян, стендап-комик, ведущий организатор мероприятий, финалист в ушей лиге КВН в составе команды сборной Большого государственного цирка. Московского. Вот именно Московского, все правильно. Киноактер давай еще добавим. Да, я, представляете, совсем недавно для себя открыл такой новый листик истории моей жизни. Это актерство. Так, расскажи подробнее. Абсолютно случайно я снялся в кино, но кино называется «Фото на память». Я даже трейлер посмотрела. Страшно было? Это ужастик. Да, это хоррор. Хоррор. Это хоррор, да. Ну, чтобы было понятней, мне, когда я снимался и когда я читал сценарий, пункт назначения был перед глазами. То есть, ну, как бы все, в принципе, реально. Все, что там происходит, нет никакого фэнтези. Вот. Это было для меня совершенно случайно. Мне предложили. То есть, позвонил кастинг-директор и говорю, здравствуйте, мы вот вашу анкету нашли. Где-то. То есть, я где-то когда-то отправил свою анкету. Вот, если хотите, можете попробовать, да, записать видеопробы. Я записал видеопробы, отправил и забыл. Все, мне перезвонили, говорят, вы подходите, но мы должны пройти еще один отбор у второго режиссера. Я приехал к второму режиссеру и кастинг-директору. Я там себя показал. Вот. И я тогда еще играл в КВН. И я говорю, вы знаете, ну, как бы я играю, поскольку я еще играю в КВН, мне нужно знать заранее, я прохожу или нет. Да, они говорят, ну, до среды мы вам скажем. То есть, три дня, три валерьяночных дня просто у меня были. Но я старался забыть. А тебе хотелось, конечно, да, чтобы это все осуществилось. Ну, ты представь себе, я с 2005 года работаю в телерадиопроизводстве, да, и я всегда был за кадром. А тут мне предлагают окунуться в это, вот сюда, вот, давай, в кадр. Подожди, это главная роль? Да. А-а-а. И я, значит, день-среда, а мне не звонят. И все, я думаю, ну, понятно. Ну, все там понятно. Мы вам перезвоним. Вот это вот, да, мы вам перезвоним. 11.30 ночи раздается звонок. Алло, здрасте, тут кастинг-директор. Знаете, вы прошли, мы вас поздравляем. Завтра в съемке. Мы вас поздравляем. А я такой, что? Это шутка какая-то, очень неудачная шутка в такой поздний вечер. А там, как бы, человек, он не понимает, что я, как бы, тоже иногда шучу. Она такая говорит, вообще нет, это не шутка, это правда. Я говорю, ла-ла-ла, извините, все, все. Посидевшая женщина с телефоном. Да, да, да. Слушай, ну вот ты говоришь совершенно случайно. Мне кажется, в твоей жизни все так происходит. Смотри, в команду КВН ты попал. Случайно. Тоже случайно, и сюда случайно. То есть, в принципе, в твоей жизни есть, может быть, какие-то такие вещи. Гарик, куда ты хотел попасть намеренно, скажи, если все это случайно? Я намеренно хотел попасть, работать в телевизоре за кадром. То есть это я мечтал с седьмого класса. И я понимал, что я хочу работать в телеке за кадром. Режиссером и программом. Нет, неважно, производить. Производить продукт, который... Я тогда еще не знал всех этих терминов. Я просто хотел быть за кадром, производить продукт, который людям будет нравиться. Переломным моментом была программа «До 16 и старше». Я думаю, вы помните. Да ты что? Ты ее продюсировал или писал? Нет, нет, нет. Я ее увидел и захотел. Я не настолько стар, чтобы ее продюсировать. И я понял, что я хочу. Все, я седьмого класса мечтал. Я закончил еще два класса. С девятого класса я переехал в Москву. Да, у меня незаконченное среднее образование. Мы не будем об этом говорить. Да нет, у меня нормально. Я потом... У меня еще два диплома есть после этого. Техническое и высшее. И я ходил вот в «Ладушки». Знаете, на всех передачах сидит человек и «Ладушки» хлопает. Я ходил... Ну, зритель. Да, на всех вообще практически каналах я хлопал в «Ладуши». Ты смотри, то есть там в основном бабушки и ты, да? Да, да, серьезно. Молодой человек. Но мне было интересно смотреть, как это делается. Кухня. Потом кастинги. Естественно, мне стало мало. «Ладушек» мне мало. И потом кастинги. Кастинги были на MTV-шные, да? Самые такие, ух, ядреные, золотой век MTV. Вот. И я там на несколько передач проходил кастинги. То есть уже в кадре сидел все. Вкусил, так сказать, вот это вот чувство. И потом в один момент мне перезвонил продюсер. Говорит, здравствуйте, слушайте, ты нам очень нравишься. Ты очень энергичный, очень прикольный. Как насчет того, чтобы работать ассистентом продюсера одной передачи. Мечта сбылась. То есть, представь себе, мне позвонили, говорит, а было как? Мне позвонили, сказали, что делаешь? Я говорю, ничего, приезжай, срочно к нам. Я думаю, ну ладно, наверное, очередные съемки. Я приезжаю, меня вот так вот сажает продюсер напротив себя. Говорит, я хочу, чтобы ты был мой ассистент. И ты знаешь, я же армянин. Я же не могу сказать, вау, е, да, круто, круто, я об этом мечтал. Ты все эмоции подавил себе, да? Я в себя держу, у меня фейерверк эмоций внутри. Наверное, из глаз искры эти летят. Я говорю, я подумаю. Понимаешь, я тварь просто такая. Я говорю, я подумаю. Медийная. Она такая говорит, как долго, я говорю, минуту. Все, подумал, согласился. Она говорит, все, отлично. И вот там я вкусил вот эту вот радость работы в телевизоре. Ну а о том, как Гарик Петросян открыл свою собственную компанию по производству ТВ-контента, мы узнаем уже после музыкальной паузы. Оставайтесь с нами. Человек хотел попасть на телевидение и попал. Расскажи, у тебя даже и теперь есть своя собственная компания по производству контента. Да, по производству видеоконтента. Просто это очень увлекательно, потому что, когда из строчки на бумажке потом происходит клип или телепередача, ты понимаешь, что ты не зря старался. Подожди, а вы занимаетесь и съемкой клипов, и созданием телепередач. Все, что связано с видео. Ютуб-каналы. А, Ютуб. Но не фильмы. Или фильмы тоже, что да. Ну, если заказ будет, мы и фильмы осилим, как бы. Но пока довольственносться. В работе есть сейчас какие-то уже действующие проекты? Да, я снял пилотную программу, правда, давно, года три назад. И сейчас я ищу, куда это пристроить. Я такой, знаешь, так себе продюсер, который сначала снимает, потом продает. Обычно же сначала продает, потом снимает. Ну, вообще, да. Да, но я просто... Энтузиаст. Да, я просто мечтаю об этой программе, чтобы она существовала. Она познавательная. Да, и такого нет на российском телеканале. И мне очень грустно. Почему? Идея на поверхности. Вот она, бери и делай, пожалуйста. Но никто не хочет этим заниматься, потому что это узконаправленная история. Это как-то связано со стендапом? Нет, никак не. И с юмором? Или это вообще совершенно другая? А с чем связано, тогда скажи, Гарик? Это путешествие. Путешествие. Да, как бы банально это ни звучало. Все хотят про путешествие. Но это необычное путешествие. Типа, смотрите, это Египет, и здесь у нас есть пирамиды, да, которых мы уже... Там есть дайвинг, как говорит Гарик. Абсолютно верно. Вот. Дайвинг — это невероятная вещь. Мы познаем мир с другой стороны, да. Потому что, когда ты погружаешься под воду, ты оказываешься как в космосе, в невесомости какой-то, да. И там другая жизнь. Там другие правила, да. То есть ты там не главный. Под водой ты вообще не главный. В дайвинге существует очень главное правило. Пришел, увидел и ушел. Все. Не трогай. Не твое не трогай. Потому что там у большинства хищных рыб есть инстинкт самосохранения. Если ты приближаешься близко, они начинают атаковать, потому что им кажется, что ты как бы хочешь забрать у них что-то. А вот. Поэтому это очень круто, да. Ты прям эксперт по дайвингу у нас сейчас. Экспертом я бы себя не назвал, да, у меня не так много, но это очень круто. И я этим так сильно заболел, что я собрал команду, мы поехали в Египет, сняли передачу, вот. И ее взяли некоторые кабельные каналы, спутниковые. Ну, как бы об этом мало кто знает. Но ты любишь путешествовать? Конечно, безусловно. В каких странах ты был? Что от тебя зацепило? Где есть дайвинг? А, исключительно. Да, меня очень сильно зацепила Куба. Да, несмотря на 12-часовой перелет, каждая секунда ожидания присутствия себя вот в той стране, оно того стоило. Потому что это невероятная страна. Многие говорят, что там, типа, грязь, мусор, безработица, ВИЧ и так далее. Господи, я говорю, да где вы все это находите, покажите мне. Потому что невероятно добрые люди, да, они очень отзывчивые. У меня, мы летели туда с другом, мы чуть-чуть не подосчитали, и мы потратили все деньги за 4 дня. У нас еще 6 дней было. И мы 6 дней эти жили на All Inclusive. И у меня была футболка такая очень прикольная, которую я очень любил. И проходил парень, у него была ракушка огромная, вот такая. Я говорю, сколько стоит? Он говорит, 5 евро. Я думаю, у меня поставили 5 евро. Я хотел купить племяшкам своим каким-нибудь подарок, ну, из аэропорта, да, и так далее, и так далее. Но потратил на ракушку. Я говорю, слушай, давай завтра, потому что она очень красивая. Завтра приходи на это место, я куплю у тебя эту ракушку. Он говорит, нет, завтра ее уже не будет. Только сейчас. Я говорю, ну, значит, не судьба. Он говорит, ладно, просто забирай, бесплатно. Ты классный, ты забирай. Я говорю, не-не-не, я не могу забрать, это твоя работа, это твой хлеб, как я могу забрать, у тебя просто 5 евро. Давай как-нибудь договоримся. Он такой говорит, ну, давай футболку свою отдавай. И все, и ты за футболку? Я за футболку, да, я выменял, понимаешь, выменял ракушку. Я говорю, вот такая румная ракушка. Слушай, ну ты, конечно, предприимчивый человек, друзья мои. Что бы происходило дальше, узнаю с вами совсем скоро. Да, 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 оставайтесь с нами. Вечерний эфир на телерадиоканале Страна ФМ продолжается. Сегодня с нами Гарик Петросян. И, кстати, хочу сейчас сразу же рассказать всем нашим зрителям и слушателям, что ты еще являлся тренером по обучению, по стендапу, правильно? Было такое? Ну, было, да. Коучем. Коучем, как сейчас модно говорить. Ну, вы знаете, я не могу себя назвать учителем, не могу назвать себя тренером. Я просто делился своим опытом. Все, вот не более того. То есть я не могу человека научить, ну, говорить шутку. Можно вообще юмору научить? Да, безусловно. Юмор – это как спорт. Надо себя развивать в этом. Можно натренироваться. Да, вообще легко. Просто главное – знать схему, вот и все. Друзья, я предлагаю вам прямо сейчас тоже немножечко потренироваться. У меня есть для вас, ну и для себя тоже, маленькое задание. Ну, давай. Я, кстати, знаю, Горик, что ты очень любишь кепки. Ты где-то в соцсетях писал, вот специально для тебя кепка, но ее надо будет опустошить. Итак, здесь у нас много всяких разных бумажек с определенной буквой алфавита. И сейчас нам с вами надо будет придумать какую-либо фразу, в которой все слова будут начинаться на определенную букву. Давай, давай. Ну, скажите, потренируйся наш юмор. Я сейчас почувствовал себя гостем на свадьбе, где прикольный тамада. Давай. Давай. Ну, ты же ведешь свадьбы, что ты? Давай, иногда. И так тяни, только не подглядывай. Давай. Нет, не подглядывай. Одну, пожалуйста. Одна буква. Итак. И буква «Ц». Тебе повезло. Да. Итак, поехали. Ну, праздник должна быть закончена. Царица цокнула царю. Цыц! Цапля. Цапля – фамилия просто царя. Да, такая вот. Скажи, когда конец, чтобы посмеяться. А, браво. Не, не так. Надо изящно смеяться. Хорошо. Так, следующий Рома. Так, давайте я. Есть какие-то советы для новичков? Да, советы. Дай какие-то советы для новичков. Просто не думай ни о чем. Не думай ни о чем. Просто импровизируй. Значит, у меня буква «Г». Замечательно. Вот тебе повезло тоже. Григорий Горохов гастролировал. Ну. С губернатором. Гастролировал гастрол... А, С. С у тебя была минус. Хорошо. Такой, да? Да, да, да. Хорошо. Григорий Горохов гастролировал гастритом. Галопом. Гастролировал гастритом. Давай, я вытяну что-нибудь. Давай. Итак. Там-там-там. Кручу-верчу, запутать хочу. Я не готовилась, я вам сразу скажу. То есть мы готовились с Гариком, да? Дин-дин-дин. О, ну, о, хорошая. А вы знаете, есть известная, кстати, вот эта фишка. Однажды отец Онуфри, ухаживая у крестности Онежского озера, обнаружил обнаженную Ольгу. Ольга. И так дальше. Ну, на самом деле, ладно, давайте сейчас отвлечёмся. Что-нибудь другое. Олег Олегович Онегин. Так. Почему нет? Однажды отобрал овощ. Всё. Финал, друзья мои. Слушай, отобрал или что сделал? Отобрал овощ. Какая буква, да, важно. Действительно. Ладно, давай, давай. Продолжаем. И ещё у меня буква Л. Л, замечательная буква. Любовь лизнула лучик лунный. Угу. Ладно. Так. Всё. Финал. Рома, прошу. Так, буковка П. Угу. Пётр писал пинктограмму Пелагея Петровне. Бравись, Рома. Пелагея Петровна. У Рома, кстати, неплохо получается. Я недавно услышал слово от парня. Вы понимаете, в 21 веке я услышал слово якшается. Якшается. Да. Что это значит? Ну, типа трётся. А-а-а. Ну, типа общается. А сейчас, кстати, очень модно использовать всякие такие древние слова. Старинные. Старинные. Рома, давай, я тоже. Позвольте ещё разок. У нас есть ещё парочка минут для этого. Итак, что же будет? Что же будет? Давай вот это какое-нибудь. Угу. Ша. Ша. Так. Шар. Шурша. Шар шурша. Шелестел. Шалаше. Вот так. В-э-э. Окей. Шар шурша. Шелестел. Шелестел. Просто. А можно на этом закончить? Ну, это твоя игра. Это твои правила. Шелестом, да. Шелестел шелестом. Шелестел. Ну что, давай, Гарик, ты закрываешь наш круг сегодня. Ну давай, закрываю. Раз уж ты начал, ты заканчивай, пожалуйста. Закрываю, беру буквку. И это буква Че. Че. Тоже непростая такая. Человек челкой чмокнул чучело. Что человек читает четверг через час? Все. Спасибо. Аплодисменты. Это было круто. Мы будем учиться. Да, у нас гораздо лаконичнее с тобой получается. Ну да. Просто, ну это мастер. А какие есть еще советы? Может быть, лайфхаки, секреты? Вот ты говоришь, что юмор, он строится по определенным правилам, законам и так далее. Схема определенная. Схема. Что это такое вообще? Заход, разгон, финал, да? Это я называю так. А там есть какие-то в стендапе фразы, которые я никак не могу запомнить. Там какой-то панчлайн, сетап. Ну вот эти вот штуки. Есть ли словарик такой, Гарик, можно найти? Есть книга, да, Comedy Bible, где четко расписано, как писать шутку. Да, нам уже, кстати, рассказывали про эту книгу. Все, надо книгу изучить. Да, она на самом деле очень хорошая, но в двух словах, то есть нужно сначала ситуацию и свое отношение к этой ситуации. Лучшее отношение к ситуации – это гнев. Он, да, он лучше всего воспринимается зрителем. Типа, меня бесят таксисты. Ну да. Все, все. А, да, точно, меня тоже бесят таксисты. Смотрите, была у меня такая ситуация. Начинаешь рассказывать ситуацию, которая с тобой действительно произошла. Она не обязательно должна быть смешная, просто ситуация, которая… Ты как бы вводишь в курс дела, да, зрителя? Да, которая с ними произошла. Все. Сказал свое отношение, ситуацию. И после этого третья часть уже находится, начинается разгон. То есть, не знаю, там, вот у меня был таксист, реальная история, когда он говорит, ты веришь в карму? Я говорю, нет. Я говорю, верю. Он говорит, я тоже поверил после того, как не вернул пассажирке телефон. И вот я ехал, значит, наливал себе кофе из термоса в стакан и заехал под газель. Ну как бы как человеку объяснить, что дебилизм и карма – это разные вещи, да? Но как бы он на правильном пути. И все. Вот. Это ситуация. Потом начинаешь ее разгонять. Ставишь этого человека в разные ситуации. Типа, да, то же самое, что он, не знаю, там, порезал палец ножом и говорит, это вот все, потому что я пузыри… А в четвертом классе девушку толкнул где-нибудь. Да, пузырики смыло, не смываю, понимаешь? Ну, как бы просто разгоняешь вот эту вот финальную историю, ставишь ее в разные ситуации. Вот. А в какую ситуацию? Это уже приходит с опытом, когда ты начинаешь много-много разгонять, у тебя потихонечку что-то там тебе прилетает. Нейронные связи, Машенька, да, улучшаются, да, и поток тоже сверху идет гораздо устойчивее. Ну, вот мы, кстати, никогда с тобой еще не пробовали разогнать какую-то историю. Давайте сделаем это прямо сейчас за кадром. Я думаю, будет очень интересно. Прервемся на небольшую музыкальную паузу. Прошу любить и жаловать Гарик Петросян. Собственно, Гарсона. Да, да, да. Мы с вами посмеялись, поиграли, поимпровизировали и так далее. Если люди еще знали, что мы здесь за эфиром творим. О, да. Слушайте, об этом не надо. Но все-таки, да, может быть, нас смотрят дети. Да. Ну, вот мы, собственно, выяснили, Гарик, что ты очень любишь путешествовать. Расскажи, пожалуйста, о своей, точнее, о вашей большой поездке в Сирию. Потому что это действительно такое важное событие, которое было у вас в жизни. И вас даже наградили после этого. Да, это было два года назад. Предложили, Министерство обороны предложили. Но это не так, что, знаешь, ВКонтакте объявление было. Ну, понятно, конечно. Да, то есть предложили, сказали, ребята, кто хочет поехать. Это КВНщикам говорили, да? Да, КВНщикам, некоторым командам, да. И вот две команды согласились поехать. И то, две команды, не все, кто в команде, да. То есть кто... Кто считал возможным. Кто может, да. Кто посчитал возможным, у кого было время, да, там, те полетели. Поддержать там ребят наших. Да, да, наших ребят поддержать. И мы поехали туда, показали то, что мы хотели им показать, то, что они просили. Вот. И все, и прилетели обратно. И мы как бы, ну, мы сделали то, что хотели сделать. Все. И вот буквально там меньше месяца назад мне позвонили, сказали, что тебя награждает Министерство обороны медалью, нужно приехать получить медаль. Вот это было приятно, неожиданно, но мы... Ну, как бы я не рассчитывал на это. То есть была возможность, я поехал и дал то, что я мог дать нашим ребятам. Конечно, понятно. Как мог, поддержал. Спасибо, спасибо. Скажи, пожалуйста, а ты вообще благотворительностью занимаешься? Да. Интересно? Интересно? Я всегда за благотворительность, да. Я сотрудничаю с несколькими фондами, и если они организовывают концерты, я всегда на них присутствую, аукционы тоже на них присутствую, ну, как ведущий иногда работаю. Как ведешь, выступаешь, да? Да, если мы собираемся ехать в детские дома, я тоже там езжу. И вот мы недавно собирались с ведущими, тоже, по-моему, два года назад это было. Не знаю, почему, кстати, прекратили, надо им напомнить. Мы ездили в Калужскую область, вот, придумали театральный номер детский, вот, поехали, показали им. Все, мы тоже, опять же, нам на это ничего не нужно. У нас был спонсор, который нам дал автобус, подарки, сказал, все, ребят, езжайте вот в этот детский дом, дарите им, показывайте и возвращайтесь. Мы приехали, показали, и когда мы уже собрались все вещи и хотели уезжать, они говорят, ребята, подождите. Мы остановились, они говорят, вот вам соленья. Ух ты! Закрутки. Мы сами сделали. Ой, я стою, как дурачок, плачу, у меня слезы идут. Как ребенок. Да, мне это так было. Это вообще просто, это невероятно, правда. Если кто-то хоть раз это сделает, он никогда просто потом не прекратит это делать, потому что многие не хотят это делать, потому что, ну, чего я поеду в детский дом? Да ты просто поедешь. Дети, самые тонкие зрители, которые чувствуют все. Не нужно думать, что нужны какие-то большие деньги, чтобы этим заниматься. Важно внимание. Да, просто взял два тортика, приехал в детский дом, спросил, ребята, как вы, как ваши дела? Расскажите, кто чем ходит. Все, полчаса с ним поговорил, у тебя заряд, ты отдал им заряд своей энергии, понимаешь, вселил их надеждами, плюс этот взгляд ты никогда в жизни не забудешь. Вот, поэтому я всегда занимаюсь. Это очень добрый поступок. Скажи, ну, а когда ты был ребенком, ты сразу понял, что твою жизнь надо связать с юмором? Да. Может быть, ты смотрел какие-то определенные фильмы, может быть, у тебя были какие-то персонажи, которые тебе нравились. Да, я всегда занимался юмором еще с детских садов. Вот эту, помните, фраза «птичку жалко»? Вот, эта фраза, она у меня ассоциируется с тем, что она как бы, вот представьте себе детский сад, и все ложатся спать. И я, значит, встаю вот так вот на кровать, накрываюсь как бабушка. И на весь вот этот вот тихий час говорю, «птичку жалко!» А никто не реагирует, да? То есть все сначала смотрели на меня, а потом никто не реагирует. Я думаю, странно, обычно здесь есть реакция. И тут я просто чувствую очень жесткую боль на ухе. А там, оказывается, за мной стояла моя воспитательница и смотрела, что же сейчас будет. И вот так вот потом мне скрутила ухо, положила спать. Ну, потом уже школа, да, там вот это все дела. Но фильмы, естественно, я очень обожаю фильмы. Как ни странно, я люблю российский кинематограф. Очень люблю... Но мы уже поняли, что гайдает комедия. Да, «Мимино» — это все, это мое все, правда. Я знаю весь фильм поцитатам, вообще просто это... Так, ну-ка цитаты, пожалуйста, с пятой минуты фильма. Нет, вот началось. Ты мне скажи ситуацию, когда, что они делали. Да нет, ну что у нас, экзамен здесь, что ли? Нет, а так вообще легко, да. То есть, но Фрунзик Макарчан — это, в принципе, мой кумир. То есть я не могу сказать, что я хочу такую жизнь, как у него, но мне он очень импонирует. Я восхищаюсь этим артистом. Современные кумиры или, может быть, люди, на которых ты равняешься? Кто это? Не знаю, наверное, это банально будет, но Дима Нагиев. О, интересно. Это потому, что вы по типажу подходите? Лысая и бородатая? Нет, нет. Харизматичная. Нет, такие харизматичные и брутальные мужчины с юмором и с изюминкой. Нет, знаешь, я наблюдаю за его творчеством, и я вижу, как он очень легко и мощно может перевоплотиться в актерской деятельности. То есть он четко попадает туда, куда нужно. Самый лучший день смотрел? Да, конечно. Понравилось, да? Ну, он, да. Ну, и Серябкина прекрасная, кстати. Серябкина. Так, друзья, давайте не будем обсуждать всех персонажей. Но скажи, из современного кинематографа есть какие-то фильмы, которые заслуживают отдельного внимания, которые тебе очень нравятся, и ты всем советуешь пойти посмотреть? Слушай, ну это банальщина. Сейчас я начну, да, «Легенда номер 17». Ну, топ-3. «Легенда номер 17», «Движение вверх». И, слушай, у меня на название и цифра очень плохая память. У тебя все названия связаны? И фото на память, которое выйдет 14 июня. Да, друзья, куда мы всех приглашаем. Кстати, придешь к нам еще летом презентовать свою ленту? Если меня пригласить, я с большим удовольствием. Мы тебя приглашаем, вот уже заранее, с сегодняшнего дня. И мы не забываем о том, что у нас все-таки музыкальный эфир. Может быть, есть у тебя песни, Гарик, но ты пока об этом молчишь. Нет, знаешь, когда я пою, я теряю друзей, вот, поэтому я стараюсь этого не делать. Поэтому у меня очень плохо получается. Вот песни и танцы не мое. Вот все, что угодно. Но песни и танцы... А, еще рисование. Вот это просто какой-то злой рок. Но есть что-то, что бы хотелось освоить? Смотри, дайвинг ты освоил. Танцы. Танцы, да. Я очень люблю танцевать. Я очень люблю наблюдать, как люди танцуют. И я понимаю, что в принципе-то, в принципе... Ничего сложного. Да, я могу так. Гарль, я тебя научу. Я расскажу историю. Возможно, ребята, которые со сборной цирка слушают меня, они сейчас меня вспоминают добрым-добым словом. Потому что, когда нужны были танцы в команде, на меня всегда, ну, как бы, отдельное время было. Так-так-так. Да, допустим, если игра через месяц, то мы начинали уже вот сейчас учиться танцевать. Хореограф крестился и начинал. Да, а вся команда ближе к игре, там, за недельку они ставили... Спасибо. Мы желаем тебе освоить это, чтобы все получалось быстрее и с удовольствием. Да, и чтобы все твои проекты, естественно, реализовались. Спасибо огромное, друзья. Сегодня вместе с нами в эфире был Гарик Петросян. Вам спасибо большое. Вы самые лучшие. Спасибо. До новых встреч.